Одежда и обувь, сладости и игрушки для малообеспеченных горожан. В Воскресенске стартовала благотворительная акция «Семья помогает семье». Ее организовал городской молодежный центр. Собирать вещи будут несколько дней. В первые же часы помощь получили десятки человек. Мужу брюки и рубашку, себе теплую кофту. Пенсионерка Екатерина Семеновна не нарадуется такой возможности пополнить скромный семейный гардероб. Во-первых, все бесплатно, а главное – вещи почти как новые. Наряжусь, как бар, не поеду. Хорошо, хорошо. На призыв участвовать в благотворительной акции откликнулись сотни жителей Воскресенска. Почти в каждой семье найдутся вполне приличные вещи, которые уже давно не в ходу. Будто несут их горожане сюда, чтобы еще послужили. Дело-то благое. Вещи мужа, ребенка, свои какие-то вещи. Кому-то что-то пригодится, может быть. Сейчас Рождество, хочется приятное сделать, подарки какие-то. Потому что люди нуждаются. А я могу. Почему мне не сделать этого? Организатор акции «Семья помогает семье» городской молодежный центр. Такие сборы пожертвований здесь проводят регулярно. Казалось бы, не своим делом учреждение занимается. Есть ведь служба социальной поддержки. Однако директор центра уверена – ни о какой подмене функций речи быть не может. Это духовно-нравственное воспитание молодежи. И как сказать, наше или не наше дело? Я думаю, что это дело молодежи тоже. Видеть, что рядом живут люди, малообеспеченные, нуждающиеся, чтобы не проходили мимо чужой беды, чтобы воспитывали себе добрые и хорошие качества. С утра до вечера в молодежный центр идут неравнодушные к чужим бедам люди. Несут одежду и обувь, игрушки, шоколадки и конфеты. Кто-то не пожалел даже кухонного комбайна. Проверили – в рабочем состоянии. Все это будет очень кстати людям, относящимся к категории малообеспеченных – безработным, пенсионерам, одиноким мамам, многодетным семьям. Таких сюда обратилось уже несколько десятков человек. Всего за несколько дней акции одна из комнат Воскресенского молодежного центра стала больше напоминать склад магазина одежды. Те вещи, за которыми не придут, сотрудники центра затем отвезут в отделение Красного Креста или в местную церковь. Андрей Траничников, Алексей Шамовский, Воскресенск, Новости Подмосковья.